всем привет поступила приборочка на ремонт с дефектом пропадает изображение при ударе по приборке появляется периодически глючит приборка с рейнджровера спорт и поломка обычно бывает в разъеме куда колодка защелкивается либо прогары под контроллером питания или на самом контроллере питания то есть обычно цвет страны и не пропай процессора на ней уже был процессор пропаян и я скажу настолько просто то есть либо сам владелец либо еще кто-то то есть с кривыми руками в общем переделал я тут всю пайку дефект устранился то все это было по причине не пропай процессора он был залитый лаком лак был конечно тут почищен и предыдущий мастер кавычках вот это все дело вместе с лаком расцарапал и срезал дорожки то есть и контакт получается то был то не был то есть видимо так продали машину машина выкуплены давно человека болячка проявилась практически сразу сейчас я под микроскопом более детально покажу теперь это выглядит как то так 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 Ну и для стопроцентной убедительности пропаиваем колодку Что еще я могу сказать по этой приборной панели Приборная панель имеет ужасную подсветку в виде зеленого цвета Ну просто глаз просто режет Машина стоит больше миллиона на вторичном рынке И приборная панель настолько ужасная Кому будет интересно вот эти говно-светодиодики Перепаиваете на белые по кругу Будет очень приличная подсветка Дисплей в принципе там тоже подсветка зеленая Настолько страшная Лучший вариант сделать инверсию И под ним поменять тоже светодиод Дисплей в принципе выпаивается несложно Он на одной контактной площадке То есть с помощью отсоса все это выпаивается И можно добиться нормального Приятного освещения в салоне Но как выглядит сама панель Я вам сейчас даже покажу А где мы ее посмотрим в интернете Как она выглядит Как это выглядит она просто ужасно Вот так сделаем О! Что-то наверное подобное Тут еще она адекватность В жизни она ужасна Частодиод Частодиод Вот тут умельцы уже молодцы переделали. Вот так это должно выглядеть по уму, тут тоже есть климат. Так, жалко, конечно, не показывает, как это было до, но до это просто, это просто ужас. В общем, ладно, тут основная болячка у нас, это то, что она неисправна, поэтому, если у кого-то есть данный дефект, я тебе виду это длина процессора. По интернету, кстати, посмотрел, очень, кстати, кусается работа по Range Rover, именно по панели. Панель, в принципе, ничем не отличается от любой другой машины, но работа по перепайке вот этого процессора стоит порядка девяти тысяч, пятьсот рублей верует работу. Щиток принесли разобранный, то есть, если был бы собранный, около полутора тысячи было бы это все дело, так как он уже разобранный, не вижу смысла накручивать лейник. Кому интересно, имейте ввиду.